всем привет в эфире этнографика и сегодня мы поговорим о еще одном культе точнее мы поговорим о последнем в серии спонсорских видео культе который встречается на западном кавказе у адыгов в частности это культ захоронения людей убитых молний то есть культ святых могил людей убитых молний итак в одной из вариаций вызова дождя ритуала о котором мы уже говорили неоднократно в предыдущих выпусках в разных вариациях тоже в этом ритуале женщины встают до рассвета рано и исчезательно управляются к святым могилам то есть неким большим таким курганчиком огороженным камнями в качестве жертвоприношения они берут с собой ритуальные пирожки под названием мартазы на них тоже уже говорили самая старшая из женщин читают у могилы молитвы после чего произносит просьбу а затем все возвращаются в аула раздают эту ритуальную пищу соседям родственникам и в случае тяжелых болезней или при трудных жизненных ситуациях или обстоятельствах каких-то в качестве жертвоприношения используют козу на таких могилах таких могилах принято было садить деревья но иногда для ритуалов использовали стоящие рядом впрочем и на кладбищах тоже было принято сажать деревья потому что считалось что именно через плодовые деревья как бы души обретают в этих деревьях души обретают новую жизнь поэтому это как богоугодное дело но вообще в ритуалах обычно провязывали разного рода ленточки таких вот допустим в обряде вызова дождя могли повесить ленточку на дерево в качестве такого узла заверения клятвы с другой стороны люди которые приходили к святой могиле помолиться перед богом за свои какие-то жизненные вопросы за их решение или за для защиты от чего-либо они повязывали какую-то ленточку а в свою очередь забирали какую-то старую ленточку с дерева обратно и носили ее до исполнения того о чем просили все возвращались молитвой с благодарностью и вешали ее обратно поэтому вот этот ритуал деревья с ленточками которые вы часто видите туристы вешают на память на самом деле имеет более ранние корни я скорее тут спорный вопрос и скорее всего пришел из кавказа конечно если мы говорим о туристической традиции идея прирождения воплощавшаяся в посадке дерева она также относилась и к новорожденным прирождение ребенка даги садили дерево для мальчика садили яблоню или грушу для девочки это было слива и ялый чай это дерево как бы становилось своего рода оберемен для этого ребенка человека вообще да то есть старался сохранить холите лилей и повреждения в связи с симпатической вот этой магии и ассоциации но представление вот этих людей влекло конечно какие-то болезни до смерти человека которому она посвящена и такая выборка деревьев выбор именно для мальчиков таких деревьев для девочек таких на полностью совпадает с выборкой присутствующей в античное время у индоевропейских народов европы о чем писал собственно этнограф джеймс фрейзер в своей книге золотая ветвь имело значение родовое дерево которое запрещало звать по имени как либо повреждать вообще или и около него обычно проводили ритуалы связанные с каким-то патроном семейным да как мы уже говорили в прошлый раз например сезареша ритуал мог проводиться семьей известно сразу о нескольких священных могилах существующих сегодня на черноморском побережье который начале двадцатого века сохраняли свое ритуальное значение одна из них используется по сей день для молитв в ауле тхагапш в большом сочи к востоку от этого аула обычно это молитвы связаны с вызовом дождя в засуху и считается что это могиле 300 лет она относится в ней лежит захороненный мальчик из рода ах ныч по другим данным матч позвали шумей и происходило он из рода из фамилии боус которая сегодня присутствует в этом ауле местная легенда гласит что одинокой женщины был один сын пас коз и когда ей было тяжело поскольку совсем маленький и соседи отказывались ему помогать вот женщина как-то в сердцах даже помолилась богу тха такой просьбы чтобы семью ее всю жизнь просили другие о какой-либо помощи ну и очень по своего разного века бы бог воспринял эту просьбу в солнечный день во время выпаса скота вышла из гор небольшая тучка и молнией убила мальчика люди посоветовали мальчика не трогать не купать не обувать так он лежал на левом боку так над ним и построили вот накидали камни и построили эту могилу и с тех пор на ней не растут какие-то растения вокруг колючки или деревья хотя считается что она не ухаживает возможно что именно принадлежность мальчика к фамилии боус она как бы повлекла за собой тот факт что жрецы которые до сих пор исполняют какие-то ритуалы на этой могиле они обязательно происходят из рода боруса для обоусов это дерево священное которое растет рядом с могилой как и сама могила естественно и многие из этого рода тоже отправляясь допустим какое-то дальнее странствие проводит там обряды защите в дороге пути вот это меняя ленточку на дереве по всей видимости этот ритуал просто постепенно расширился и как бы стал касаться уже всех жителей аулат хагаш современного всех родов этого аула есть и другая версия о происхождении могилы представлена другими жителями аулат хагаш в ней мальчик выступает несколько в иной роли как жертва такого проклятия то есть в семье был один опять же ему было тяжело исполнять обязанности он был маленький слабый была общественная обязанность по выпасу общего аульского скота по очереди они там его выпасали поочередно и в очередной раз мальчик отказался идти захотел и мать на него вырвалась в сердцах сказала чтобы бог забрал его и вот когда мальчик очередной раз пошел все-таки выпасать кос молния его убила другая священная могила находилась на месте бывшего военного поста на участке старейшего жителя аулат хагаши юсуфа тлифа вот появилась по сослов жителей сослов семьи тлиф во время кавказской войны военные которые стояли на посту в будущем аулат хагаш когда это пост божьей воды был и они решили построить госпиталь и пекарню и решили они построить их на фундаменте неизвестной постройки а камень начали выбирать из закрестных вот этих холмиков могильных разрыли солдаты одну из могил там оказался хорошо сохранившийся вот только недавно умер как мумия горец в нарядной одежде с оружием и выглядел якобы как как будто заснул солдаты испугались рассказали обо всем старейшинам села они признали в этом мужчине на святого убитого великим шибли то есть молнии солдаты должны были немедленно вернуть камни на место опасаясь кары что солдаты сделали но спешки они как-то неправильно сложили в общем они зарыли могилу а камни просто кучкой рядом сложили вот эту конструкцию юсуф-тлиф и юсуф-тлиф охраняли огородив эту территорию как священное место такое и поэтому там проводили обряды еще одно такое святое место находилась на восточной дороге между олами хаджико и калеш так и называлась красивая священная могила находилась она между урочищами циргой и гонак и недалеко от нее находилась священно местных жителей гора циргой циргой где в прошлом стоял дольмен окруженной площадкой из менгиров и местные жители в 19 веке приходили туда с обрядами оставляли там жертвенную пищу у этого дольмена что в общем то тоже такая очень редкая и малоизвестная ритуальная особенность священных мест для адыгов тут возможно речь идет о задабривании злы духов которые по поверьям адыгов они обитали в различного рода каменных строениях всяких моментах особенно на кладбищах и примечательно что еще что имя циргой она то есть место циргоевых она идентична осетинской фамилии цгоевых которая по-осетински пишется ровно точно так же возможно действительно какой-то какая-то из эти осетинских семей жила среди адыгов на побережье большой интерес представляет сам способ захоронения убитых молнии людей в общем то совпадать с тем способом который мы уже обсуждали в одном из прожитых выпусков вот этой отметкой бога шибли когда человека убивала молния хоронили на том же месте но в прошлом его могли еще подвешивать на дереве деревянной колоде до того момента когда он высушится превратится в мумию после чего уже мумию хоронили и этот вот в обряд воздушного погребения он на самом деле же очень древний но фиксировался он действительно еще в девятнадцатом веке но правда в девятнадцатом веке это уже был обряд захоронения убитых молнии животных которые тоже являются священными коз убила у пастуха и вот их также похоронили с обрядовыми песнями плясками там три дня человеку семьи козам три дня и потом вот они на помостах стояли до состояния мумии потом хоронили вот это старая очень традиция вероятно на кавказе она относится еще к дольменным временам собственно в дольмену вот эту дырку прослывали мумию вот такую же вот провисевшую тело условного вождя там на дереве и сам дольмен представлял собой некая женская лона то есть представлял что вождь попадая в скрученном состоянии это мумия форме младенца и закладывалась через дырку в дольмен дольмен закрывался пробкой то есть имитация полового акта была такого своего рода и и через него предполагалось перерождение этого вождя то есть предполагал что захороненный обретет на выжжить и вот такая форма обряда сохранялась и такая форма захоронений существует сегодня например в индии среди парсов за 1 300 чуть другой форме они своих мертвых кладут на вершину башен где их склевывают грифы и скелеты могут захоранивать только считается что просто плотью нельзя сквернять землю а сжигать тоже нельзя потому что спернишь огонь ну собственно вот в индии в иране это парсы например в новой гвинеи вообще существует обряд который полностью похож на описывание здесь на кавказе подвешенные только в пещере к потолку эти мумии которые захораниваются через много лет только потом и они же в новой гвинеи строят крупные мегалитические сооружения не подобие прям дольменов но тоже гигантских камней вручную так что мир взаимосвязанно на этом мы закончим этот цикл передач спонсорских про культы и обряды на западном кавказе может быть еще дополнительно и мы поговорим о влиянии католичества в ряде интересных объектов которые встречались в прошлом виртуальных обрядах но это будет чуть позже когда выйдет моя статья на эту тему в Владикавказском научном журнале одном к сожалению я не могу публиковать свободные материалы которые фотоматериалы которые получены были мной из музея этнографического в Санкт-Петербурге только могу материалы из статьи показать вам так что мы еще отдельно поговорим в будущем на этом все ставьте лайки комментируйте не забывайте нажимать на колокольчик чтобы получать уведомления о свежих видео на этом канале ничего не пропустить комментируйте делитесь с друзьями и до новых встреч всем пока у меня а у